Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Не могу понять поведение бывшего. Пишет пользователь Анна. Ну, интересный момент здесь заключается в том, что если вы не можете понять поведение бывшего, вашего, то вряд ли мы можем его понять. Тем более, потому что мы вашего бывшего не знаем. Мы не знаем, что это за человек. Мы не знаем, какие у него особенности. Но по сути мы ничего о нём не знаем. Его знаете вы, и, соответственно, если вы его знаете, то вот у вас гораздо больше шансов его понять нежней, чем у нас. Потому что у нас нет возможности даже задать ему вопрос. Без того, чтобы, ну, без выдавания вопросов, да? Без того, чтобы, ну, без того, чтобы, без уточнений. Вот. Без уточнений, ну, маловероятно, что можно вообще что-то наверняка утверждать. Вот. В этой ситуации. В ситуации, когда вот, ну, нужно понять другого человека, например. Дальше, дальше. Вы пишите, расстались три месяца назад, до этого были вместе три с половиной года. Расстались по причине того, что он не захотел съезжаться. Да? То есть мужчина не захотел съезжаться, вы расстались. А что здесь важно? Ну, во-первых, здесь важно то, что вы говорите. Мужчина не захотел съезжаться, и мы расстались. То есть вы, получается, как-то решили, что человек не хочет съезжаться. Да? Ну, вот, вы это решили. Как-то, каким-то образом. Вот. То есть, либо он вам дал это понять, что он не хочет съезжаться. Вот. Либо вы сами сделали такие выводы, да? То есть, ну, в данном случае, это не так важно, и не такое большое значение, в принципе, имеет. Вот. Ну, ну, важно, наверное, то, что, ну, вот, что вы так вот увидели. Вы увидели, что съезжаться, ну, съезжаться человек не хочет. Вы это увидели, и решили расстаться. Значит, вы восприняли его нежелание, значит, с вами съезжаться. вы восприняли его нежелание с вами здесь съезжаться, как невозможность для себя получить то, что вы хотели бы получить. Вот. Ну, то есть, например, вы хотели бы с ним, допустим, ну, допустим, съехаться для чего-то, да? Вот. А он этого не хочет, и вы увидели, что ага, он этого не хочет, ну, значит, я не смогу получить от него то, что мне нужно, и, соответственно, вы выбираете с ними расстаться. Вот. А чем нам это говорит в первую очередь? Нам это говорит о том, что вы тяготеете к тому, чтобы получить какую-то определенность в отношениях. Вот. То есть, вам нужны какие-то гарантии, вам нужны какие-то, ну, какие-то действия и так далее. А не то, чтобы, не то, чтобы, вы не можете этого хотеть. Вы можете этого хотеть. Но, судя по тому, что мужчина не захотел с вами слить, я думаю, что и судя по тому, что вы с ним расстались, я думаю, что, ну, вот, исходя из этого, да, исключительно, можно сделать какое-то предположение о том, что человек не отвечает вашим, ну, скажем так, вашим представлениям о безопасности. Вот. Ну, просто не отвечает человек вашим представлениям о том, как должны выглядеть отношения, например. Тоже, кстати, довольно интересный момент. Вот. Иначе бы вы с ним бы не расстались. Что, ну, на мой взгляд, более чем логично, как мне кажется. поправьте, поправьте меня, пожалуйста, в данном случае, если я вот как-то ошибаюсь, если я не прав, и так далее. То есть, вот, ну, поправьте меня, поправьте, пожалуйста, меня в данном случае. Дальше. Расстались на эмоциях и перестали общаться. Ну, вот тут, конечно, как-то хотел бы утожнить, вот, что вы имеете в виду? Говорят им, что расстались на эмоциях. То есть, ну, расстались на эмоциях и так, это как? Что, что у вас, что вас наводит на мысль о том, что вы расстались на эмоциях? То есть, вы на самом деле расстались, расстались с ним не потому, что он не захотел с вами съезжаться и не потому, что вам это важно, вы расстались с ним по какой-то другой причине получать. Или как? вот как можно это понять? То, о чем вы говорите? Если вы говорите, что расстались вы на эмоциях с человеком, ну, я это понимаю вот так, что причина, причина, что которые вы расстались, да, она немножко другая получает. Не так, о которой вы сказали вначале. Вот. Дальше. Через три месяца он стал мне написывать постоянно. Ну, как бы стал и стал написывать. То есть, это в общем и целом, ну, на мой взгляд, по крайней мере, да, это его право вам написывать, ну, хочется ему вам написывать. Вот. Интересно, может быть, вы ему в какой-то степени. То есть, опять же, здесь вопрос немножко другой. на мой взгляд. Есть вопрос такой, вы это сами, вот вы сами, как отнеслись к тому, что он стал вам написывать? Вот, как вы сами восприняли то, что он стал вам писать? вот, было ли вам как-то, ну, как-то приятно, что он, он вам пишет? Или, может быть, вам неприятно, что он вам, ну, пишет? Вот. или, может быть, у вас появилась, ну, какая-то, скажем так, надежда, вот, оттого, что он вам, ну, стал писать, да? то есть у вас появились, у вас появились, вот, ну, появились какие-то ожидания, например, понимаете, да? Вот, то есть это, на мой взгляд, очень важно. На мой взгляд, очень важно то, как вы к этому отнеслись. Как вы отнеслись к тому, что он вам стал писать? Вот, какие у вас это вызвало чувства, и, и так далее. То есть вот это, вот это вот, ну, целиком и полностью ваша реакция, скажем так. Вот. Ваше реагирование. Ваше реагирование на это. Вот. Здесь важно. Дальше. Так. А, значит, в разговоре выяснилось, что он до сих пор не опустил чувства ко мне, но уже опустил отношения к вам, пишите вы. Вот, что бы это могло значить? Ну, вот, что бы это могло значить? Что он не опустил чувства к вам, но опустил отношения? мне было бы весьма интересно как-то вот ваше мнение на этот счет услышать. что вы думаете об этом? Что вы думаете об этом, что человек чувства к вам не отпустил, а отношения отпустил? обозначает ли это, что отношения ему не так, чтобы важно с вами я имею ввиду. Дальше. Остались друзьями и что вы. Но опять же, здесь довольно такой интересный момент, на мой взгляд, довольно интересный момент, связанный с тем, что а как конкретно вы вот конкретно вы с ним остались остались друзьями. Вот именно вы конкретно. Как? То есть, ну, он, понятно, ему как-то ничего вроде особо не нужно было, да? То есть, ему как-то ну, ему отношения ему судя по судя по тому, что мы видим, да, отношения ему не нужны. вот. А вот вы-то как, вы-то как, ну, смогли друзьями с ним остаться? Вот. И что вы сделали для того, чтобы остаться с ним друзьями, да, и делали ли вы что-то для того, чтобы остаться с ним друзьями? Вот. И насколько вот искренне, да, опять же, насколько искренне вы это делали, если делали. то есть непонятно здесь, на мой взгляд, ваша активность, вот, вроде бы она есть, эта активность, у вас, а вроде бы ее и нет, потому что она, на мой взгляд, довольно-таки нечетка, ну, здесь. Потом он ко мне приходит, приходит фильм смотреть, в итоге так они посмотрели, сидели, болтали, сразу пытался меня поцеловать, я ему сказал нет, но мы продолжили общение. А, вы сказали ему нет, почему? Из какого чувства? О, так, в итоге пришел, опять попытался ко мне приставать, говорить, что все отпустил, и постоянно напоминает про то, что мы друзья. Друзья. Ну, опять же, вопрос заключается в том, как вы на это реагируете, реагируете, вот именно вы, как реагируете на то, на то, что он вам вот это говорит. Нет ли такого, что ну, что вам может быть на самом деле чего-то другого хочется? нет ли такого, что ну, что вас, допустим, как-то это, ну, напрягает, что он вот говорит вам это, что, ну, что должны вы найти себе другого, как дальше вы, ну, как дальше вы пишете и так далее. то есть тут понимаете есть свои нюансы, нюансы именно в том, как вы реагируете, как вы реагируете на то, что человек вам говорит. Вот. Дальше. Самое забавное так, что он говорит найти другого, адекватного, лучше, чем он не туда. Да, опять же, как вы на это реагируете? Все обсуждали с ним поход в клуб, он опять реагировал в странах, сказал, главное, не проснулся в одной постели, после этого я ему ответил, это этого боища, на то он сказал, что это уже будет за гранью, я ему сказал, если бы он об этом не думал, он даже не понимал бы эту тему, он меня предпразднил, себе мальчика, что это странное поведение, помогите разобраться. Смотрите, очень похоже на то, вот, ну, конкретно, вот, в данной, в данной ситуации, очень похоже на то, что вы с человеком как будто бы не можете говорить прямо, очень похоже на то, что вы с мужчиной вот, не разговариваете, скажем так, ну, по душам, вот, как будто бы, вот на что это похоже. это похоже на то, что между вами, между вами, и, ну, между вами и человек, нет контакта, нет прямого контакта, а присутствуют только вот такие, знаете, как, ну, такие вот, как будто бы полунамеки, да, присутствуют какие-то вот такие, знаете, подколы, присутствуют какие-то вот такие, ну, я бы сказал, может быть, манипулятивные такие, такие вот интервенции, да, вот, то есть, что такое интервенция, интервенция, это вот то, чем, ну, то, чем вы как-то вот делитесь с человеком, получается. И вот есть у меня такое чувство, есть у меня такое, такое ощущение, что вы вот как раз этим и, скажем так, развлекаетесь в взаимодействии с друг другом, вот, что в целом, что в целом, что в целом, на мой взгляд, и является проблемой, проблемой, вот, потому что если бы вы как-то прямо бы человеком говорили, вот, именно прямо, о том, что вас не устраивает, например, о том, что вы хотите и чего вы, ну, к примеру, не хотите, вот, то было бы проще вам, вам было бы легче. А так, а так, само собой, что вам, ну, по сути, вы находитесь, вы находитесь, вот, в такой, постоянной игре, и эта игра, конечно же, вас напрягает, вот, ну, ну, не может, не может не напрягаться, эта игра, да, а на себя полагаться и доверять себе, вот, именно, ну, именно доверять себе, чтобы самостоятельно принимать решения, да, вот, этого, как будто бы вы не делаете, то есть, вам как будто бы это делать, ну, знаете как, сложно, болезненно, вот, или, 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 или может быть, или, может быть, вы боитесь, вот, ну, тут, разные есть варианты, конечно, вот, само собой, разумеется, что, вариантов, вариантов, здесь, довольно, много, вот, пожалуй, как-то, так, я, я бы, вам ответил, и, на мой взгляд, именно, с этим, вам, и нужно работать, то есть, с тем, чтобы, а, больше, а, значит, ну, опираться на себя, на себя, понимаете, да, на этом, все, я надеюсь, что, вам это было, интересно, и, полезно, вот, буду, благодарен, вам, за, обратную, связь, по моему ответу, это, позволит вам, начать, над собой, я вам, желаю, всего, доброго, и, удачи, обращайтесь,